называется наша компания желает но мы на рынке рынок можно условно представить вот как две составляющие кто-то приносит услугу а кто-то приносит что деньги рубли в этом несколько слов несколько слов об этом это очень важно в нашем нашем деле тоже важнейшие моменты отмечу я работал ну когда не работал на рынке вот когда не понимала я работал как доктор пришел как доктор работал я был на рынке работа обычная государственная больница я на рынке или нет а как то есть когда доктор доктор предоставляет услугу а как с деньгами происходит а кому-кому деньги клиентов государство которая залезла на рынок и государство самого уже перераспределяет сколько денег дать доктору это правильно на рынке но так грубо так должно быть по идее для правила да а лучше работать сам на себя в идеале да вот я и думаю если на рынке мне посредник когда я напрямую приходит ко мне клиент был и доктор мне не нравится там но например что что я море а можете вы там купить себе шприц обалдели такой шприц и я-то не давать есть третий субъект от этому третьему субъекту рынке можно жаловаться можно и жаловаться кто-нибудь добился правды 3 субъект решает сколько я например получу зарплату как доктор третий субъект в общем это такое я думаю что это карьеру рынок это в общем-то почти не рынок у нас все без третьего субъекта мы прямо работа если мы работаем за это ваша зарплата у кого находится у третьего субъекта или здесь вот вы работаете зале желает от чего зависит ваше вознаграждение но в вините ваши деньги лежат у клиента вот прямо люди заходят и они несут ваши деньги уже третьего субъекта нет третьего субъекта который забирает деньги куда-то туда наверх и потом решает конце концов сколько вам дать и вы не имеете до никакого влияния этого не не происходит максимум с директор которым вы трудоустраивать трудоустраивая сможете договариваться какие деньги вы можете получать на рынке без рынок в общем-то адекватный рынок здоровый наша ситуация здоровая плане того что нет третьего лица я специально про третье лицо сказал потому что в россии точно 23 года люди в основном работают все на государственных работах им кажется вот вот что никак не зависит их зарплата от того сколько людей как людям если украине все уже 23 года наоборот вот отличие нас государственные зарплаты были очень маленькие потому мы понимали что надо клиенту угождать 23 года мы уже учились угождать клиент в россии в общем то в общем то было немножко по-другому потому что зарплаты были хорошие государственных позиций было много и люди еще не очень привыкли угождать клиенту тот желает мы должны учиться угождать клиент уже у нас нету третьего дяди который решает сколько на зарплаты чем большему людям угоди тем больше у нас в общем будет его награждение за нашу работу с другой стороны стал я как клиент смотрите стану я как клиент вот прихожу я как клиент деньгами если особенность желает вот в плане я клиент я отдаю деньги за свои какие-то выгоды выгоды если какая-то особенность но кто-то уже поработал какая особенность люди легко отдают деньги не все готово в основном готово чем сравнивать если госуслугу да тут когда очень даже куда и за что отдают а тут все равно непосредственно что-то чувствуешь что-то отдают пока чем сравнивать хорошо сейчас мы вернемся это вопрос мы разберем некоторых деталей особенности запишем потому что они прямо касаются очень нашей работы скажу что люди например не привыкли не привыкли лично про себя про здоровье думать не привыкли они привыкли там что что-то надо делать каждый день процедуру каждый день они привыкли к этому нет нет они живут в режиме когда петух уже куплю нет когда гром ударит и забор приварит где-то в таком режиме в общем-то наша задача кроме того что мы там делаем все мы еще должны в целом культуру изменять людей культуры менять это более основательная штука чем я собственно лично мне интересно заниматься что меня мотивирует это вообще изменить историю мы с вами мы просто делаем деньги просто там кого-то оздоровить не просто кому-то остеохондроз вылечить мы еще и культуру менять и об этом тоже с вами сейчас проговорим в первой части будем договариваться что еще интересно смотрите ну давайте давайте звездочки поставим если пять звездочек здесь рынок есть запрос а есть ответ на рынке вот запрос на здоровье если 5 звездочек то насколько если 5 максимум один минимум у людей запрос люди как хотят много или мало хотят быть здоровыми запрос максимально понимаете по себе это память и что запрос на рынке здоровья сегодня остается вообще максимальным а ответ на рынке здоровья есть сегодня в мире и в россии сейчас сколько ответ на сколько звездочек ну на максимум 2 максимум люди сегодня не находят ответа и вот пожалуйста наш наш удел наш удел это к чему говорю это к тенденции там на будущее 10 лет себе нарисуйте а как было 20 лет назад 10 лет назад вот за последние 10 лет вот что-то тут поменялось запрос стал меньше или больше он был большой стаса большое через 10 лет а такой же остались а теперь смотрите вот здесь в том как эту услугу предоставляет что было 10 лет назад так и было примерно куда-то сдвинулся рынок в показании услуг здоровья нет я работаю больше 20 лет что я вижу примерно как было примерно так же осталось иногда хуже то иногда это лучше вроде где-то технологии развиваются в этом где-то лекарства вроде что-то выдумали там генную инженерию сюда уже хотят влилить например генетика появилась серьезная а в основном данному а ферменты анализы на памяти уже появились которые позволяют что-то делать а в целом рынок стоит рынок здоровья стоит более того связи но то все помечайте тоже чтобы примерно представляли я почему говорю например ваши дети еще могут работать на этом рынке вот таким вот запросов с рынок всасывает сегодня дайте нам ответьте на наши вопросы здоровья вот какой рынок сегодня я думаю что наши дети еще смогут работать на этом